приветствую друзья на канале земледел сегодня 3 октября четверг сегодня девчонки начали заниматься порезкой лука маленько расскажу покажу вот что сейчас как вы знаете у нас уже заканчивается сезон огуречный одна теплица осталась и томат потом мы его берем будем производить подготовку и чтоб все это время было чем заняться потихонечку высадили теплицы зелень редиску и пока все растет решили заняться выращиваем лука на перо как мы последний раз когда пробовали принципе все понравилось есть конечно минусы небольшие но принципе клана потерпеть начали а потом как говорится будет нормально сейчас немножко расскажу маленько вкратце луки на пусть мы берем луковицу вот такую 4 5 калибра не как вы знаете есть крупно мелкий средний примерно среднюю максимально вот такая вот принципе луковица нам понадобится просто лук репчатый обычный чтобы он был сухой здесь чтобы было сухо никакого корешка свежего ничего не было и при покупке производим проверку лука то есть отрезаем низ где-то сантиметр от корешка и смотрим здесь вот сердцевину видите здесь видно не видно вообще-то такое желтовато зеленоватая вот такой лук нам пойдет если будет белая то он будет долго спать тяжело его будет разбудить в принципе мы партию когда краном брал вот так разрезал посмотрел все отлично взяли далее никакой подготовки луковиц нету соответственно конечно же первую очередь это немножко порядок привести вот допустим вот такой выбирает и производится срез ножом верхней части где-то сантиметр думаю будет достаточно вот так срезаем ножиком и еще и принципе лук лица готова к посадке сейчас покажу есть способы разные есть гидропоника опилки и земля мы будем делать на пилках вот такие сделали лежаки поддоны положили сверху лист волос бы бортики 10 сантиметров вот так сделали пленочку просто положили никакие отверстия не делали там снизу дренажные занесли опилки уже были подготовлены для теплицы мы были немножко поднившие вот такие но это хорошие опилки готовы уже все положили их пролили очень хорошо чтобы они были мокрые в течение день-два можно также фитоспорином пролить и смотрим за температурой когда температура в районе 20 градусов становится все можно принципе ставить срезанную луковицу сейчас пока окна открыты нам после того как мы сделали срезку лука и установили его на свое рабочий как говорится место нужно будет 7 2 3 дней держать 15-18 градусов температуру чтобы корешок пошел потом как корешок пойдет включаем вот эти вот лампочки белый 80 ваттные они в принципе и будет достаточно может быть флоровский тоже ключ потом попозже посмотрим закрываем полностью плотно окна чтобы ничто сюда никакой свет не попадал ну и далее держим 15-16 градусов температуру пока лук не вырастет устанавливается лук вот так первую калибруется чтобы как можно равномернее было то есть допустим если вот здесь вот будет стоять луковица большая рядышком маленькая большая луковица будет выходить дольше чем мелкая маленькая и получится у нас пятно вот здесь маленькая здесь длинная здесь маленько длинные будет неравномерно поэтому делаем калибровку обязательно так луковицы ставим примерно одинаковые и плотную друг другу так что как можно меньше пространство было и все в принципе вот так устанавливается полностью все чтобы удобно было здесь подходить и вот здесь устанавливается немножко придавливается вот так и все этого будет достаточно вот здесь у нас получается 6 мешков еще два осталось завтра нарежу девчонки установим здесь где-то в районе около 200 250 килограмм лука так что на пробу и в течение 15-20 дней перо уже будет готово так что друзья на канале буду укладывать новое видео как лук растет что после кстати забыл после того как установили лук на свое место обязательно проливаем его готовым фитоспоринного разбавленного два дня назад фитоспорин разбавили обычный пластилин олимпийский разницы нет клана фитоспорин и пролить сверху луковицу чтобы лишней заразы там не было как говорится для подстраховки все в принципе вот так кратко объяснил показал рассказал потом и видео буду обязательно снимать хотя бы раз в недельку и показывать как лук растет что потом кому интересно смотреть наши новые видео на канале также пишите комментарии вопросы есть по луку там овощам огурцам обязательно вам поможем все всем спасибо за просмотр за лайки комментарии всем пока пока